Итак, ребята, сегодня будет не менее интересный видеосюжет, как предыдущие копы, когда мы поднимали Катина пятаки, поднимали пятаки, кольцевики, много было деньги, царицы полей, были, конечно, и сибирочки. Да-да, ребята, у меня сибирочка, выстрела вторая за всю мою историю кладоискательства, так что смотрим, будет довольно-таки интересно и мотайте на ус, что огороды могут давать хороший результат. Ребята, мы тут сели, уже едем на одной машинке, у Сереги, смотрите, он лакает. Вежливый лось, и угораем, сейчас он навежливается вот этим вот лакомством, и станет лосем, не пойдет просить разрешения ходить на огородок. Будет у нас, Серега, с этим, вежливый лось. Так, это пиво, что это, ячмень, да? Это обычно пиво? Ячменное. Ну, блин, по вкусу обычное жигулевское, да? Такое, ну, нефигурно. Вот такой, вежливый лось. Ну, все, в дороге у нас еще часа полтора-два, так что, и едем. Ну, что, ребята, всем привет. Добрались мы все-таки до местечка. Как вы видите, новые свежие распашки, урожай собрали, и все уже обработано заново. Мы на этом огороде поднимали немножко царей, причем старые цари. И, проезжая мимо, видим, что новая, новая распашечка. И хотим посмотреть, что у нас здесь выйдет. Сегодня будем продолжать ходить по огородам. Ребята фартовые, еще не было ни одного тухлого выхода с ними. Были классные находки, были кательные пятаки, кольцевики были пятаки, деньга. В общем, Николай II здесь очень-очень редко. А советы тем более. Советов здесь практически нет. Все древнее-древнее старое. Ну, так что начинаем вот такие вот распашечки. Вся деревня уже практически заново распахана. Так что, я думаю, сегодня тоже будет довольно-таки интересно. Пацаны все те же. Рустам и Серега. Так что, пожелайте нам удачи в сборе урожая. Огород выжидания наших красавцев. Fischer 44. Nokta. И вот такой аналог E-Trak. Explorer. Так что, вот такие хорошие приборчики нам будут сегодня помогать ходить вот по этой вот распашке. Но это не одна, не единственная распашка, которая сегодня застанет нас. Ну что, ребята, первый сигнал сегодня. Это у нас копеечка Николаевская 1900 какой-то год. Одиннадцатый вроде. Вот первая зачетная находка сегодня. Все. Я ноль разбил царем. Зачетно. Будем ждать пацанов. Ну что, ребят, нюанс. Вот, смотрите. Выпала монетка. Дождем. Это у нас деньга. Анна Иоанновна. Вот такие бывают нюансы на распашках. Прикольно? Прикольно. Ладно, продолжаем. Ну что, ребят, с утра я накаркал. Сказал, что Николашек нету. Ну вот, вторая Николашка. Та нет. Тысяча... А, да. 1898 год. Двушечка. У пацанов пока пусто. Ну что, ребята, я в отрыв ухожу. В отрыв. Может, мне пацаны просто фор дают. Вот очередная монета. В камушке. Что это у нас? Что это? Что? Пока сказать ничего не могу. Да ладно! Да ну нафиг! Ёпт вы, извините. Это у нас сибирка! Две копейки, по сути по всему. Катя! Ух ты, блин! Это вторая моя сибирка за всю мою историю кладоискательства. У нас они очень-очень редкие. Офигеть! Офигеть! Ура, ура, ура! Ребята! Сибирка! Домой, домой. Домой, говорят, пешком уйду. Вот такая сибирочка. Огонь, огонь, огонь! Вчера только на стримах говорил, что нифига у нас сибирок не попадается. Вот земляной дед меня услышал. Зачет, 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 зачет. Что? Но кто импакт рулит, рулит, ребята. Поднял я уже вот такое количество монет. Четыре царя медных. Копеечка советская я вам не показывал. А у пацанов пока пусто. Ладно, идем дальше. Ребята, только что вам сибирочку показал. И тут же был сигнал у Сереги. И говорит кольцо. Сверху, да? Ух, нифига, смотри, какая босява. Вот это мужик был. У меня на большом пальце. Смотри, вон он болтается, епты. Вот это мужик. Почистится, может, какие инициалы есть. Ну все, с почином. Правда, это не монета. Поздравлять по конечным, да? Да, да. Все впереди. Серега Портовый. Нет, какао не еще, я нормально. Какао, ты видел мою сибирку, блин. Какао, смотри какая. Смотри, какая классная сибирочка-то. Это не какао. Прикольная, да? Классненькая. Слушай, ты сохранен. Ну, как сохранен, так, бодренький. Нормально. Просто, я один раз находил, горелый. Да нет, троечка, ребят. Классно, классно. Ну и все, иди дальше. Ветер мешает. Ну что, ребят, Серега разбил свой нулек. Ох. С другой стороны, это жир Emergency. Смотрите, какая. Здесь в принципе петричок. Всадник душечка. А с другой... Эээээ. А в другой какая. А здесь? Здесь более-менее. Чё с почином? Сила. Ройс, давай, не отставай. Еще одна монета. сейчас посмотрим что это так пока не понял не понял а это у нас копейка серебром николай 1 тысяча восемьсот сороковой похода сорковой вот такая копеечка николай 2 николай 1 хорошо звенел бода идем дальше кстати за последний месяц наше видео посмотрели более полумиллиона человек спасибо каждому кто проявляет какую-то активность однако посмотрите на статистику из полумиллиона человек всего подписано 13 процентов поэтому прошу каждого из вас проверить кнопку подписки на канал если она до сих пор красного цвета то нажимайте на нее и не пропускайте наши новые выпуски а теперь идем дальше это второй крест на этой деревне есть в основном чуваши были но и кресты здесь редко что ребят на огороде и монетки закончились и теперь выбиваю всякую мелочь вот данном случае выпала вот такая большая пуговка гирька очень большая прям гири настоящий посмотрим через мелочи еще получится ребят еще одна находка но теперь вот такая вот белый металл и рисунок возможно это был браслет возможно очень часто попадаются вот такие вот вещи были бронзовые медные а вот сейчас белом металле что это такое пока не знаю ну заберем ну что фишер монета две копейки две копейки серебром 1843 год вот если кто не знает что копейка серебром это не означает серебро это в свое время реформа была и пытались медь приравнять к серебру то есть вес монеты соответствует в граммах номинала серебра серебряных монет ну не знаю реформа удалось нет но все же они исчезли после николая были другие монеты так и вот смотрите какой как аль судя по всему это у нас была масонская монета по размеру скорее всего двушка так обломок ухо блому крестика был классный штурвальчик неплохо и там че и пряжечки я помню у деда было такое времени это где-то период 70 80 года вот так вот пока ладно пойдет может сейчас другой огород поменяем да рустик держи рустик пошел очередной огородик спрашивать не знаю удачно будет нет но общается мирно ладно сейчас результат узнаю ребят у меня вот монета но фактом что одновременно у троих скорость к крупная двушка муха кость охран огонь двенадцатый год александр ох блин у серёги тоже звук 1 год наверно 22 вот так вот одновременно у троих сигнал ну у меня что-то поменьше ну что-то местных довольно таки приятно звучало ну давайте посмотрим мою монету у меня александр второй копейка я конечно же саданул лопатой 50 58 год копейка александр второй копейка зачетно зачетно три сигнала одновременно ребята рустик толщинку ямки поднял снова монету с дырой а у меня рядышком монета надеюсь без дыры так это у нас павлик две копейки сохранщик вроде будет классный да павел 1 зачетная монета зачетная терруйся тоже сигнал там год к сожалению пока сказать не могу 1797 97 чё там у русика ложка ладо идем дальше ай ветер ну и все время долго монета не заставила ждать нет у нас пять копеек 1878 год вот такой вот правда затертая но пойдет и все-таки так ямочки это у нас монетка ах вот на смотрите появляется на белый свет до этого никогда это павел 1 копеечка а здесь к сожалению сохран подручающий но надеюсь помоется но это копеечка павел 1 зачет 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 вот такая вот красавица идем дальше очередная находка но находка лесничего лесник пьяный наверно шел и потерял вот такая зачетная кокарда приятная таких у меня еще не было заберем конечно для пополнения коллекции еще одна монета павловская ух я даже отсюда вижу смотрите какой бодрый сохранщик ой-яй-яй-яй-яй смотрите 1800 800 800 год и м бодрячок вообще огонь смотрите прям бодрая монета и своих денег каталога а не стоит реально стоит классная монета одна из лучших наверно сегодня экземпляров по сохрану вообще классно ладно бьем дальше это место и вот она две копейки судя по всему цариц по льда две копейки 1815 год вот такая алексашка вышла заберем простора копать не перекопать но не все огороды итак ребята ходим по распашкам кое-где стоит скошенная трава пацаны ходят вдвоем в общем я им говорю надо менять место дислокации чтобы покопать напоследок успешно и у где-то в той вон области вот там он где-то должен быть родник вот на прозапрошлых копах мы там заканчивали поднял 2 монисты и крестик штурвальчик вот но я к чему я вам монеты не показывал который я поднял это крестик лепесток деформированные слегка 10 копеек 31 года ничего особенного вот и достаточно приятно была одна копеечка серебром 1840 года ну так вроде бодрячок вот в принципе и на этом все вот не все снимаю пацаны тоже находки находят я к сожалению не хочу бежать это сначала русско можно было бы побегать а сейчас уже в лень устал ходить по большим огородом огороды здесь вообще огромный вот например вот начинается и туда вниз вниз туда к реке ручка там копает вот сегодня мы пробили где-то 4 огорода 4 на 1 к сожалению нас не допустили а так в принципе все доброжелательные и на свои участки пускают и так ребята перебрались на последний огород здесь вот стоит вот он родничок и так ребята на этом я буду заканчивать свой видеосюжет именно вот на этом участке этого видео продолжение конечно же есть это всего-навсего часть находок поднятой за этот день продолжение будет в следующем видеосюжете где будет подняты шикарные монеты будут подняты катин пятак елизаветы пятак и большое количество монет так что не пропускаем подписываемся жмем на колокольчик и вы будете первые оповещены о выпуске нового видео так что ждем продолжение видеосюжета и копа с огорода все будет у нас классно продолжаем смотрим